о важности молитвы друг за друга. Сегодня как раз по плану читали первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих. Написано, что все, что мы просим у нашего Бога, когда приходим к Нему, Он слышит. И это очень важно. Я напоминаю, что у нас, как у верующих, есть власть и сила говорить в жизни других людей, говорить в жизни, имеется в виду в духовной жизни, других людей, в жизни наших детей, родственников, родителей, провозглашать какие-то вещи. И у нас есть сила и власть именем Иисуса Христа действительно менять ситуацию, менять атмосферу. И так получилось, что мы на этой неделе очень часто встречались, молились с людьми за разные абсолютно темы. И после этого было много свидетельств того, что действительно Господь отвечает на молитвы, что в жизни людей начинаются какие-то существенные перемены. И это радует на самом деле. Это радует, потому что, когда человек уверен в том, что он может прийти к престолу Великой Благодати, попросить за наполнение какой-то из нужд своих и знать при этом, что эта нужда будет наполнена, уже это вопрос не веры, это вопрос знания. То есть мы сначала верой принимаем то, что мы приходим, и он слышит, а потом, когда мы получаем ответы на все наши молитвы и нужды, мы получаем уверенность в том, что так оно и происходит. У нас тогда прекращается вот это вот сомнение в том, что нужно благодарить. Я уже говорил, что когда мы проявляем веру по отношению к Богу, то нам необходимо благодарить его за то, что он уже сделал, потому что мы знаем, что это все равно произойдет. Потому что если мы не уверены в том, что это произойдет, то зачем мы приходим просить. И когда мы действительно молимся друг за другом, и происходят вещи прямо на глаза, буквально происходят вещи, о которых мы молимся, о которых мы просим, и люди получают какие-то откровения, они свидетельствуют о своих переменах в своей жизни, то в этот момент как раз и происходит та самая победа. Потому что написано в Писании, что мы победили кровью Агнца и словом свидетельства своего. И вот наше свидетельство на вопросах как раз и является тем самым ответом на многие вопросы многих людей, которые спрашивают, а куда идти, что делать. Потому что у большинства людей на самом деле сегодня есть много неотвеченных вопросов, очень много. И люди не знают, особенно неверующие, не знают, куда обратиться. То есть вот смотрите, даже ситуация с этим коронавирусом, которым мы уже говорим и говорим и говорим, уже устали печатать всякие публикации врачей. Но представьте себе, что люди, верующие даже, боятся выходить из дома, боятся ходить на богослужение из-за коронавируса. То есть настолько слаба наша вера, она даже уже не с горчичным зерном, а еще меньше. Если кто-то никогда не видел горчичное зерно, вы думаете, что это что-то такое очень сильно заметное. Нет, это абсолютно незаметная черная точка на бумаге, которая даже меньше, чем точка от той кляксы, которую вы ставите дотрагиванием перьевой ручки до листа бумаги. И я таких людей видел. И вот вместо того, чтобы осуждать таких людей, вместо того, чтобы говорить, ну вот, что же они такие верующие и плохие, нам нужно молиться, потому что вера – это дар. И нам необходимо молиться о том, чтобы Господь просто наделил этих людей даром веры, который поможет им справиться с этой истерией в силу общего поводу коронавируса. У нас в Израиле вот сейчас, на вчерашний день, объявили, что 30 человек уже больны коронавирусом. Причем, вы знаете, очень интересный вопрос такой. Никто не знает, как этот коронавирус выглядит, но при этом, при всем, все говорят, что они заболели коронавирусом. Самое интересное, что от гриппа умирает гораздо больше людей ежегодно, чем вот за всю эпидемию коронавируса, которая сейчас открылась в мире. И очень интересно, что люди продолжают верить в этот коронавирус. Вчера мы были в магазине, там просто сметаются продукты для того, чтобы люди не выходили лишний раз из дома. Люди по магазину ходят в масках, противогазах. Страшное дело просто, смотришь на это, на все. И вот понимаешь, что на самом деле у неверующих людей действительно некуда бежать. Им некуда бежать, им некому обратиться, не на кого уповать. И мы-то знаем, что мы можем уповать на нашего Небесного Отца, прийти, попросить и иметь власть наступать на всю силу вражды. Поэтому я предлагаю вам на сегодняшний день продолжать молиться за людей, продолжать молиться за тех, кто слаб в вере, потому что молитва за людей, которые слабы в вере, за высвобождение этого дара веры, она действительно помогает. Эта молитва будет отвечена, и Господь придет на эту нужду, потому что мы действительно имеем эту нужду. Плюс ко всему у разных людей есть разные нужды. Не бойтесь открывать свои нужды перед Церковью, перед своими общинами. Потому что вы знаете, что если мы общаемся друг с другом, то если мы молимся друг за друга, то все, что мы в согласии попросим у Отца нашего Небесного, Он дает нам. Иисус говорит, что я все сделаю, что попросит у меня в согласии. Если мы действительно доверяем Богу, если мы верим Ему, если мы знаем, что все, что мы у Него попросим, Он нам дает, то в этот момент мы приходим, действительно имея дерзновение, и получаем от Него ответы на наши нужды. Я думаю, что... Я каким-то образом ободрил вас этим словом. И еще раз напоминаю, это местописание из первого послания Иоанна, 5 глава, 14 стих. Иоанна. Поехали. Продолжение следует...